Добрый вечер! Вы смотрите выпуск новостей в эфире телеканала Катунь24. С вами Егор Матаев и прямо сейчас подведем итоги сегодняшнего дня. Промышленность края выросла за год на 6%. Это фоторекордный объем производства в регионе за последние 16 лет и больше индекса промпроизводства в целом по России. Чемпионаты первенства Алтайского края по ММА провели в краевой столице. На соревнования приехали больше 200 участников. Проверил свои силы даже ринг-анонсер. Московский шеф-повар и блогер Василий Емельяненко побывал в Барнауле с проектом «Вася накормит». Он приготовил для жителей краевой столицы мясо морала с гречкой. Промышленность края выросла за год на 6%. Это рекордный объем производства в регионе за последние 16 лет и больше индекса промпроизводства в целом по России. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании правительства края. По словам министра, в 2024 году рост объемов производства в денежном выражении на ключевых заводах края возможен до 27% по отношению к прошлому году. В том числе это касается крупнохимических предприятий «Кучуксульфат», «Нартек», «Бийский олевный завод», предприятий в области энергомашиностроения, «Сибенергомаш БКЗ», «Бийский котельный завод», а также «Сельхозмашиностроение», среди которых «Анитим», «Комплекс Агра» и «Рубцовский завод запасных частей». Пришли статистические данные по объему отгруженной промышленной продукции за прошлый год. Мы ожидали где-то 670 миллиардов рублей, ну 668 миллиардов рублей, статистика подтверждает. Это плюс 105,9% к уровню прошлого года. Индекс у нас, я напомню, 105,8% составил индекс промышленного производства, физического объема. Выручка объема реализованной отгружной продукции 105,9%. Благодаря развитию предприятия растет и количество новых рабочих мест и дохода сотрудников. Прогнозируется, что средняя зарплата по ключевым промышленным предприятиям региона вырастет в этом году не менее чем на 11%. По квартирной и по домовой обход во всех городах и районах Алтайского края проведут участковые избирательные комиссии. Эта работа начнется уже на этой неделе. В работе по информированию избирателей Алтайского края о выборах президента России примут участие более 6000 членов участковых комиссий. 17 февраля по 7 марта они проведут по квартирной и по домовой обход, чтобы рассказать жителям региона о выборах, формах и способах голосования. В том числе дистанционном электронном голосовании. Ответят на любые вопросы граждан, связанные с выборами. Кроме того, можно будет заявить о желании проголосовать на дому, чтобы было удобнее для людей с особенностями здоровья и пожилых. Узнать обходчика можно будет по специальному бейджу. Где все необходимые персональные данные, а они могут быть проверены путем предъявления и документа удостоверяющего личности, есть. А именно, конечно, в данном случае все необходимые логотипы, основной бренд избирательной кампании, так чтобы никто не попутался. Все необходимые данные о данном избирательном участке к вам, дорогие наши жители, придут члены участковой избирательной комиссии, вашей родной. Ну, вот, например, давайте в качестве примера того или иного избирательного участка с подтверждением своих полномочий. Ну, и дополнительно вот таки с таким замечательным еще нагрудным знаком, который только мои коллеги носят в течение этой избирательной кампании. Выборы президента Российской Федерации и обязательно на одежде нашего обходчика этот знак тоже будет. Напомню, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В бюллетень внесено 4 кандидата. Представитель партии «Новые люди» Владислав Дованков, Владимир Путин, выдвинутый в порядке самого движения, кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель КПРФ Николай Харитонов. Другим темам. 127 единиц дорожной техники работали на улицах Барнаула в разгар непогоды. Напомню, в конце прошлой недели на город обрушилась метель, были резкие перепады температуры, образовалась гололедица. Дорожные службы работали круглосуточно, в том числе вновь с 10 на 11 февраля. Они вывозили с улиц снег, посыпали дороги песчано-соляной смесью и чистили ливневые канализации. Бригады выезжают, делают визуальный осмотр, то есть если находится наледь на решетке ливневой канализации, производится очистка, удаление наледи, ну и тем самым освобождаем проход воды, чтобы вода уходила с проезжей части. Эта работа производится у нас в круглосуточном режиме. Добавлю, с начала зимы для противогололедной обработки дорог и тротуаров города использовали более 37 тысяч тонн песчано-соляной смеси, почти 2 тысячи тонн песка и 134 тонны реагента Бионорд. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы войск Национальной гвардии России. Службе, отвечающей за порядок в сфере оборота гражданского оружия, 55 лет. В 1969 году в управлении административной службы милиции создали отдел, который выполнял разрешительную работу. Системы как таковой не было, на местах задачи выполняли участковые. Только в 1996 году сформировалось самостоятельное подразделение. Первым начальником был Виктор Жариков. Раньше оружие было и в школах, военная подготовка, и в технику, в институтах оружие было, в общем, как говорится, немерено. Но в основном это было учебное, конечно, оружие, но все равно в определенных местах его можно было умельцам переделать и в боевое. Ну и у населения очень было много оружия, у населения не зарегистрировано, край охотничий. Сегодня основные задачи подразделения – исполнение законодательства об обороте оружия, частной и детективной охранной деятельности, а именно соблюдение порядка приобретения, учета, хранения, перевозки и использования оружия, предотвращение поступления их в незаконный оборот и попадение в преступную среду. В крае сейчас больше 45 тысяч владельцев оружия, у которых на руках 77 тысяч единиц. Из них не все частники, есть и владельцы специализированных магазинов, и сотрудники охранных предприятий. Отсутствие чрезвычайных происшествий и резонансных преступлений, связанных именно с оборотом оружия, а также с незаконным оборотом оружия – это основная наша положительная оценка. Отсутствие данных преступлений. Я хочу просто поздравить, это заслуга всего коллектива, подразделения лицензионной разрешительной работы, то, что по итогам 2023 года подразделение лицензионной разрешительной работы Алтайского края заняло первое место в Сибирском федеральном округе. Настоящий бал прошел сегодня в Барнаульском детском саду номер 259. Его устроили в честь Дня памяти Александра Сергеевича Пушкина. Все подробности далее. Я последний раз была у балконских на балу. Бал длился до утра. Было так весело, что мы даже не успели устать. Искусство вести светскую беседу – важная составляющая бала. А еще умение красиво двигаться в танце и одеваться со вкусом. Воспитанники Барнаульского детского сада номер 259 окунулись в атмосферу 19 века. Я работаю уже 27 лет. И первый раз мы делаем пушкинский бал. Это все по-настоящему. Мы живем здесь, в нашем детском саду, играем вместе с ними. И поэтому, конечно же, я в этом образе и мои дети тоже. Бал устроили в честь Дня памяти Александра Сергеевича Пушкина. Готовились два года. Изучали родословную поэта, знакомились с его жизнью и творчеством. Он умел из пистолета стрелять. Он был на дуэли с Дантесом. И еще он метко стрелял. Я готовилась к балу очень усердно и много. Мама сказала, что надо мне выбраженничать. А почему? Потому что я вся такая дама. Мальчики в строгих костюмах, девочки в вечерних платьях. Все кружатся в танцах. Во второй половине 19 века, например, самыми популярными были полонез, вальс, кадриль и мазурка. Это культура этикета. Это культура поведения. Это танец. Это красота. Это эстетика прежде всего. И что меня еще очень радует, что бал, когда был, это живое общение. То есть нет смартфонов, нет планшетов. В День памяти Пушкина принято читать стихи поэта. Мы попросили барнаульцев назвать их любимое произведение автора и по возможности процитировать. Сказка эпопея, работники его балде. Евгений Онегин. Письмо Онегина к Татьяне Конегину. Ну, капитанская дочка. Русанну Людмилу. Конечно, я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. На лукоморе дуб зеленый-золотая цепь, на дубе витом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Евгений Онегин. Онегин, добрый мой приятель. Родился на бегах Невы, где, может быть, родились вы или Блистатель. Блистали мой читатель. Где некогда бывал я, но вреден север для меня. Елена Самарина, Дмитрий Козерлыга, Илья Алексеев. Новости. Первая выставка в 9 лет. Юная барновская художница Лилия Ветрова представила свои полотна в издательском доме «Регион». Здесь находится редакция телеканала «Катунь-24». Моя самая любимая работа – фламинго или уют. Почему? Потому что на ней много красок, мой любимый цвет розовый и такие снежинки, звездочки. Здесь необычный холст еще. Да, тут необычный овальный холст. Это моя первая работа на таком холсте. Лилия увлекается рисованием с 4 лет. Уже год занимается профессионально в студии живописи. Начинала с гуаши и акварели, сейчас перешла на масло. Юная художница ищет вдохновение в картинах постимпрессиониста Винсента Ван Гога и живописца Ивана Шишкина. Это жизнь, природа, животные. Ты любишь рисовать именно что-то в моменте, не статичное, верно? Да, это так. А любишь ли ты экспериментировать в своих работах, если да, то с чем? Ну да, добавить туда ракушек или блесточек. Художница мечтает изобразить Барнаул, но пока не выбрала место. Девочка продолжает обучение и ждет, когда придет вдохновение. Родители во всем поддерживают дочь. Развивать ребенка нужно. И такое художественное чутье, художественное мастерство прививать обязательно нужно, иначе не будет развития. Преподаватели, она уже год ходит, ее научили и композиции, и тени выставлять как надо, и как оформлять полотно, что все должно быть по центру. И вот, пожалуйста, это наша первая персональная выставка. Мы очень гордимся этим и будем развиваться дальше. Если вы тоже хотите разместить свои работы на выставке в издательском доме «Регион», то пишите нам на почту. Телекатунь24, собака.gmail.com Чемпионат и первенство Алтайского края по смешанным единоборствам прошел в Барнауле. Эти соревнования – отбор на окружной турнир. Подробности в нашем следующем сюжете. Смешанные единоборства – это всегда прозрелищность. Вот и чемпионат, и первенство Алтайского края по ММА порадовало болельщиков красивыми боями. На соревнования в Барнаульский спорткомплекс «Победа» приехали больше 200 бойцов. В октагоне, именно так называется ринг в смешанных единоборствах, вышли спортсмены от 8 лет и старше. Это достаточно молодой вид спорта, который зарегистрирован в 2012 году. В принципе, очень хорошие обороты набирает. Ну и наш край тому показатель. То есть у нас, в принципе, ребята на хороших турнирах выступают и показывают себя очень хорошо. Прогресс есть, конечно, налицо. То есть ежегодно у нас один мастер спорта как минимум появляется. Множество бойцов приходят в смешанные единоборства из других боевых искусств. Например, Барнаулиц Иван Гудов раньше занимался боксом. Но в итоге победил своего соперника в партере удушающим приемом. Бокс хорошо помогает. Чувствую дистанцию, на ручках хорошо работаю. В основном на смешанных единоборствах работаю сейчас над борьбой, потому что после бокса сложно бороться, учиться и всему этому. В отличие от мужского зачета, у представительниц прекрасного пола не такая плотная конкуренция. Из-за нехватки спортсменок на чемпионате и первенстве региона обошлось без женских боев. Я не участвую, потому что не с кем драться. Здесь нет девушек. Так бы подралась. Именно на краевых соревнованиях тут не с кем драться. Уровень Сибири, чемпионат России, уже есть конкуренция. Впервые в истории алтайских смешанных единоборств участие в боях принял ринг-анонсер. Антон Скалли решил бросить себе вызов и представил в октагоне клуб один на один. К турниру его готовили Денис Конаков, Никита Филиппов и Рустам Нигматов. Под руководством такого тренерского штаба ему удалось досрочно добыть победу. С ринг-анонсером работаю давно. Вот. Ну и наблюдаю. Так хожу иногда по лапам бить. А тут подумал, где как ни в чемпионате и первенстве края выступить. Вот. Подготовку начал 4 января этого года. И вот за месяц что получилось. По итогам двух соревновательных дней в первенстве Алтайского края в общекомандном зачете золото завоевали бойцы клуба смешанных боевых единоборств один на один. На втором месте топ-тим Сибири, а третье у Спарты. В чемпионате лучшими оказались спортсмены топ-тим Сибири. Серебро у клуба один на один, бронза досталась клубу Стрела. Лучшие бойцы представят Алтайский край на чемпионате и первенстве Сибири, которые пройдут в начале марта в Красноярске. Вадим Слюсарев, Елена Самарина, Илья Алексеев. Новости. И продолжаем спортивные новости. Алтайский край в эти выходные присоединился к всероссийской массовой гонке «Лыжня России». В Барнауле на старт вышли около 3000 человек. Даже штормовой ветер не стал преградой для настоящих любителей лыж. Все подробности в сюжете моих коллег. Дождь и ураганный ветер не помешали спортсменам выйти на один из главных зимних стартов. «Лыжня России» в Барнауле прошла в 42-й раз. В этом году ее посвятили 80-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это очень важная дата для нашей страны. И здорово, что этот праздник нас всех объединяет. Здесь собираются целые семьи, целые династии, которые поддерживают наших спортсменов. Это очень здорово, особенно в год семьи, объявленный президентом нашей страны Владимира Владимировича Путина. Благодаря таким событиям мы формируем настоящие семейные ценности, традиции, приобщаем детей к здоровому образу жизни. «Лыжня России» – большой спортивный праздник. Для многих это не просто соревнование, а повод встретиться со старыми друзьями и укрепить силу духа. Петр Сокрутов в массовых гонках участвует больше шести лет. Мужчина занимается зимним плаванием, а сегодня устроил себе спортивный марафон. У нас сегодня соревнование по зимнему плаванию. Я решил до этого пробежать на лыжах, а потом пойду плавать. Это для души. А также мы сегодня приготовили... Потому что я уже возраст, понимаете, я как молодой уже не бегаю. А пробежаться, пробежаться хорошо, это очень приятно. А вот 10-летний Матвей Росляков на лыжне впервые. Участвует в забеге для самых юных участников на дистанции 2 километра. Ну, я не профессиональный спортсмен, но мы иногда с родителями катаемся. Мы можем выехать в лес и покататься. Ну, я вообще планировал это несколько дней назад, но я думаю, что дождь ничего не испортит. В эти выходные к лыжне России присоединились около трех тысяч барнаульцев. Профессиональные спортсмены и любители, взрослые и дети. Для каждой категории подобрали соответствующие дистанции. Призеров наградили медалями, кубками и дипломами Министерства спорта России. Елена Самарина, Илья Алексеев. Новости. Это были главные новости с сегодняшнего дня. Спасибо, что провели его с телеканалом Катунь-24. Также напомню всем телезрителям, что новости, увиденные в выпуске, вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте katuny24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Также обязательно присылайте к нам в редакцию свои темы. О самых актуальных мы расскажем в прямом эфире выпусков новостей на Катунь-24. Ну, а с вами был Егор Матаев. Я желаю вам отличного и продуктивного вечера. Увидимся в эфире уже завтра утром. Обязательно оставайтесь с нами.